В настоящий момент мы находимся в переломной точке развития цивилизации, когда она шатается на краю скатывания в величайший кризис в истории человечества, начиная с 14 века. В данный момент кризис цивилизации исходит с Британских островов. Этот кризис захватывает всю Европу, от Португалии до России. И этот кризис был спровоцирован частым вмешательством Британской империи в деятельность нашего правительства. По счастью, имеются возможности изменить ситуацию в краткосрочной перспективе. Но промедление невозможно. И возможности спасти нашу республику потребуют мудрости и смелости от нашего руководства. Стратическая ситуация сегодня такова. Начиная с 2011 года, мир все больше сжимается в тисках гиперинфляции. Модель, которая очень напоминает гиперинфляцию в Веймарской Германии в 1923 году. И мировой кризис ускоряется. И если Соединенные Штаты не вернутся в чувства, этот кризис приведет к новому темному веку нашей истории. Короче говоря, или будет восстановлен закон Гласса-Стиглла 1933 года, или же Соединенные Штаты обречены. И вся остальная планета будет увлечена за нами в результате цепной реакции этих процессов. Только восстановление закона Гласса-Стиглла позволит спасти нашу республику от кризиса. Существовали средства борьбы с этим кризисом и ранее, но эти возможности были растрачены президентом и конгрессом. Они проводили политику обструкции, которая сегодня должна быть прекращена, или же Соединенных Штатов просто не останется, да и большей части планеты. Этот кризис ускоряется сейчас. Я никогда не ошибался в своих прогнозах, начиная с моего первого прогноза 1956 года, когда я предсказал рецессию, случившуюся в конце февраля, начале марта 1957 года. Тогда кризис 1957 года случился как землетрясение. Его никто не жрал. Я же его предупреждал. И это был не ремочный прогноз. Я основывался на тщательном анализе технической информации о деятельности автомобильной промышленности. Я никогда не занимался статистическим прогнозированием. Теперь о сегодняшнем кризисе. В Соединенных Штатах есть определенные круги, которые с осени 2007 года препятствовали моему законопроекту о защите домовладения и банков 2007 года. Этой деятельностью занимался Барни Франк из Палаты представителей. Все это происходило под руководством президентов Буша и Обамы. И эти два президента несут основную ответственность за неконституционное обязывающее заявление и последующее возникновение величайшего финансового пузыря в известной истории. И Соединенные Штаты погибнут и неизбежно, если продолжится политика оказания финансовой помощи, которую проводят два этих президента, а также руководители Федеральной резервной системы, прислужник Морган Стерли, Стэнли, Аллен Гринспен, Бен Бернанке, а сейчас бесстыжит Тимоти Гейтнер. В результате финансовой помощи возникла гиперинфляционная бомба, которая вот-вот взорвется. И если политика финансовой помощи банкам будет продолжена, она разрушит все государства мира, начиная с Трансатлантического региона, а затем Азиатский регион, что приведет к разрушению абсолютно безнадежной британской милитаристской системы, которая известна как интеральфа-группа или же ее порождение БРИК. Английская интеральфа-групп является основным фактором с 71-го года разворачивающегося гиперинфляционного распада Трансатлантического региона, а также основным источником сегодняшних угроз мировой цивилизации. Ведущие азиатские государства, такие как Китай и Индия, относительно компетентно вели свои дела до сегодняшнего момента по сравнению со странами Трансатлантического региона. Но даже эти великие азиатские государства не выдержат удар гиперинфляционного распада Трансатлантической системы в целом. Трансатлантического региона с созданием интерва-альфа-групп в движении, и его нужно остановить. Вернемся на шаг назад к событиям, которые привели к событиям 1971 года. Сегодняшний финансовый кризис, разворачивающийся на планете с августа 1971 года после обмены Бреттон-Водской системы, стал возможным в результате убийства президента Кеннеди. В результате этого убийства была развязана бессмысленная и разрушительная война в Индокитае. По воздействию на граждан и экономику США, на молодежь США, эта война оказалась более разрушительной, чем сами события на азиатском поле боя. И все это не было ошибкой. Президент Кеннеди и генерал МакАртур выступали против этой войны. Эта война разрушила нас не только экономически, но и морально. И она не случилась бы, если бы не убийство президента. А после этого некоторые ведущие круги в нашей стране предприняли буквально лихорадочные усилия для того, чтобы не позволить надлежащее расследование этого убийства. Само по себе убийство совпало с попытками покушения на генерала Чарльза де Голля. Речь идет о фашистах, базировавшейся в Испании. Деятельность комиссии Уоррена была поворотной точкой, после которой Соединенные Штаты деградировали все больше, несмотря даже на свои достижения в космосе. Несмотря на все это, наша федеральная конституция дает нам возможности для спасения от сегодняшнего экономического кризиса. Но для этого нужно восстановить закон Гласса Стегола 1933 года. Необходимо сделать это можно как можно скорее. Это должно стать приоритетом в деятельности нашего правительства. Иначе у нас нет шансов выжить. Соединенные Штаты не переживут этот гиперинфляционный пузырь, который выдули в Лондоне и на Уолл-стрите. И тогда никому на планете не поздоровится в результате британской политики творческого разрушения. Произойдет гиперинфляционное разрушение цивилизации. Величайший в истории, начиная с Вестфальского мирного договора 1648 года. Совершенно очевидно, что триллионы фиктивных долгов, номинированных в долларах США, возникших в результате операции по экономической помощи, никогда не будут выплачены. И никому, независимо от его желания и власти не удастся это сделать. Долги, созданные политикой финансовой помощи, никогда не будут выплачены. Это жулические долги, они ничем не обеспечены. фиктивные игорные долги. За ними ничего не стоит за этими долгами, никакой экономической стоимости. экономической долги. И в этой парадоксальной ситуации закон Гласа Стегола окажет следующее воздействие. Во-первых, он сметет все эти фиктивные долги, это игорные долги. Эти игроки проиграли. И за их долгами не стоит никакого богатства. И Гласа Стегол решит этот парадокс, как в свое время поступил президент Рузвельт, нейтрализовавший глупости и безумия президентов Гувера и Куллиджа. В 933 году одним движением пера был введен закон Гласа Стегола в соответствии с нашей федеральной конституцией. И он позволил рефинансировать жизнедеятельность штатов и общин, которые были ограблены политикой президентов Буша и Обамы. И он этот закон станет основой для восстановления физической экономии и проведения жизни нашего проекта НАВАПа. Эти игорные долги следует списать, поскольку это игорные долги. Иначе Соединенные Штаты исчезнут, будет только гора трупов американцев. И остановить этот процесс возможно. Это закон Гласа Стегола и Я уже подчеркивал проект НАВАПа. Следует подчеркнуть здесь, что выживание экономики США будет означать общее банкротство уже обанкротившейся так называемой интеральфа группы, иначе называемой БРИК. Эта группировка составляет основу валютно-финансовой системы Британской Монетаристской Империи. Эта Монетаристская система правила Европы со времен образования Римской Империи, империи, которая была построена по согласию Октавиана с жрецами культа Митры на острове Капри, где все и возникло. И эта империя продолжала существование как наследие морской системы финансовой империи, созданной на капре Римской империи. Британская империя в ее современном виде эволюционировала от Византии к первой Венецианской системе, второй Венецианской системе, и после чего возникла Британская империя, существующая как империя со времен Августа Цезаря. Сегодня мы живем в царстве либерализма, нового венецианского либерализма Паула Сарпи, превратившего английский трон в Британскую империю после установления правления Вильгельма Оранжского. И британские возражения закону Глаза Стегола подтолкнули Белый дом Барака Обамы затормозить его, несмотря на то, что этому закону существует широкая народная поддержка. И необходимо создать условия, при которых будет зависеть существование Соединенных Штатов, а также и экономическое выживание Объединенного Королевства. Это восстановление закона Глаза Стегола. Британское банкротство происходит в наших глазах. И банкротство Британской империи неизбежно. Если все английские банки в один день пропадут, англичанам лучше сделать из этого надлежащие выводы, а не заниматься препятствием закону Глаза Стегола. И можно лишь только им посоветовать вернуться в чувство, я имею ввиду Объединенное Королевство. Ну что произойдет, если исчезнут банки Объединенного Королевства и Брик? Что погибнет Объединенного Королевства? Страна выживет, хотя и в более скромном и надлежащем ей виде, как суверенно национальное государство, будет заниматься своими собственными делами, а не вмешиваться в проблемы других, проблемы, которые, кстати, сами они и создавали, или способствуют этим проблемам, чем занимается британский локей Джордж Сорос. Английские коммерческие банки по международным соглашениям будут заниматься защитой и обеспечением всеобщего благосостояния граждан Республиканского Объединенного Королевства, точно так же, как закон Глаза Стегола будет защищать нашу страну. А если захотят, то там возникнут независимые страны Шотландии и Англии, которые заменят сегодняшнюю британскую систему. И возможно больше терпеть британское влияние на президента Барака Обаму. Ну и что случится, если исчезнут ведущие мировые финансовые спекулянты, если они всплывут пузом кверху? Человеческий вид от этого ничего не потеряет. Получат скромные рабочие места и мы этому будем способствовать. Вместо того, чтобы заниматься международной торговлей наркотиками, чем Объединенное Королевство занимается уже последние 200 лет и к чему чувствует такую слабость британская монархия, чем они сегодня и занимаются в Афганистане. По поводу Глаза Стегола Существует два ключевых момента в нашей истории, к которым следует привлечь внимание всех наших патриотов. Первое. Предшественникам федеральной Конституции была Королевская Хартия, колонией Массачусетс Бэй, под протекторатом Английского Королевства в те времена. Лондона, до ее уничтожения Лондона, руководители колонии Уинтроп и Мазерсы создавали кредит в колонии Массачусетс Бэй. Они занимались разработками таристской системы европейского типа. Этот Конституционный принцип не просто обычное право, это выражение универсального физического принципа, от соблюдения которого зависит существование нашей республики сегодня. И бороться против этого принципа значит разрушать нашу республику, а это означает государственную измену. Это будет означать подчинение воли другого государства. Международная Британская империя, занимающаяся торговлей наркотиками. Это и было целью отмены Бритон-Вудского соглашения президентом Никсоном, чем занимались Артур Бернс, Джор Шульц и другие при президенте Никсоне. После уничтожения колонии Массачусетс Бэй тираном новой венецианской партии Вильгельм Оранжским традиция была возрождена Бенджамином Франклином, который выпускал бумажные деньги Которые стали инструментом кредитной системы. И этот же человек стал автором фактически нашей республики. Второе важное наблюдение. Кредитная система в соответствии нашей нашей федеральной Конституции это инициатива Гамильтона. И эти его действия стали краеугольным камнем создания нашей федеральной Конституции. Сегодня о роли Гамильтона в создании Конституции известно только немногим. А это чрезвычайно важно для любого американского гражданина и для любого интеллектуала претендующего на какую-то государственную должность. К сожалению немногие выборные государственные чиновники знают об этой ключевой личности и ее роли в создании нашей республики. Существование нашего государства и может быть ваше личное существование зависит от осознания этих фактов. Следует подчеркнуть, что существует отличие между обычным правом и правом, основанным на истинном выражении принципа природы. Принцип, который является по сути конституционным правом, а не обычным правом. парламент традиций Европы. характерно для парламентских традиций Европы. Хороший пример немецкий конституционный суд. На нем видно отличие обычного законодательства и фундаментального принципа, заложенного в нашей конституции. И на примере Гамильтона видно отличие этого принципа от капризов законотворчества обычного права. Отличие соответствующего лучшим устремлениям человечества. И этот принцип вдохновлял колонистов Массачусетс Бэй до победы на британских островах либерализма новой венецианской партии Вильгельма Оранжского. И аргументы Гамильтона за существование за федеральной конституцией можно суммировать следующим образом. После того, как Наполеон потерпел поражение при втружении в Египет и в Ливан, он сменил жен. Оттолкнул Джозефину, которая была связана с проаттаманским союзом против Габсбургов в пользу габсбургской принцессы. И после того, как он себе завел такую жену, он стал жить новой жизнью и развязал войны во всей Европе, во всей континентальной Европе. Все это было сделано в целях осуществления не очень добрых намерений британской монархии и князя Меттерника, которые на Венском Конгрессе устроили пресловутый мир побежденным странам континентальной Европы. Позже немецкий канцлер Бисмарк предвидел, что Первая мировая война, как и наполеоновский шабаш в Европе, станут новой семилетней войной. Не надо смеяться над глупым поведением французского короля Людовика XVI и императора Иосифа II в деле похищения королевского ожерелья. Мы в Соединенных Штатах часто повторяем ошибку, которую сделали в Европе, ввязавшись в семилетнюю войну в 1756-63 годах и потом Франция, ведшая наполеоновские войны. У нас была в истории мексиканская война. Мы сами впутались в совершенно безумную, бессмысленную и разорительную войну в Индокитае после убийства президента Кеннеди. Против которой выступали Кеннеди и генерал Маккартор. Такую же ошибку сделал Советский Союз, ввязавшись в Афганистан, приведший к падению Советской системы. И мы повторяем эту ошибку опять и опять. Под влиянием постоянно лгущего британского премьера Тони Блэра, который втянул нас в 2003 году в войну в Ираке. Всю эту войну подстроили англичане. И Соединенные Штаты при сегодняшнем президенте Обаме, следуя советскому опыту, занимаются защитой британского наркотрафика в Афганистане, имея в перспективе новую региональную войну против Ирана. И Британская империя использует марионеток вроде президента Барака Обамы. После падения Франции революцией наполеоновских войн Соединенные Штаты находились существование в Соединенных Штатах было под постоянной угрозой до победы президента Линкольна и отмены рабства Линкольном. При президенте Линкольне Соединенные Штаты возникли как континентальное государство наследник работы Карла, объединившего европейский континент, пока он жил. После заката Франции между 1782 и 1789 годами наша республика от осторожного ликования вступила в период испытаний, ставших следствием Французской революции. Наш бывший герой Томас Джефферсон по сути сошел с ума точно так же как и другие наши лидеры такие как Джефферсон и вернулись к здравому смыслу при президенте Мунра и Джоне Квинси Адамсе. И в 1782 1789 годах гений Александра Гамильтона помог созданию федеральной конституции нашей страны. Соединенные Штаты победившие в войне против англичан оказались по уши в долгах которые возникли в результате войны и гений Гамильтона спас Соединенные Штаты. И тот же принцип заложенный в закон Глаза Стегола 1933 года спасет Соединенные Штаты сегодня. Если мы проведем эту реформу чего бы нам это не стоило. В условиях действия Конституции основанной на принципе всеобщего благосостояния все выборные чиновники оспаривающие этот конституционный принцип заложенный в основу и в преамбулу нашей Конституции обязаны или же изменить свое мнение или же уйти в отставку и не загрязнять наше правительство своими бессмысленными мнениями. Гамильтон создал в Соединенных Штатах кредитную систему в противовес английской монетаристской системе в рамках которой принимались решения иногда влиявшие не только на Соединенные Штаты но и на всю Европу. что позволило нам обеспечить прочность нашего государства и позволяло это обеспечивать до настоящего времени. С 1776 года Британская империя занимается подрывной деятельностью и разрушает нашу республику. Этим занимается сегодня президент Барак Обама протеже бывшего премьера Великобритании Тони Блэра. Кредитная система созданная Гамильтоном в противовес европейской монетаристской системе противоречит монетаристскому принципу заложенному в Ростовщическую Римскую империю. Сегодня на этом принципе основана Британская империя и ее терпят европейские государства вплоть до наших дней. Этот принцип моральный в противовес монетаристскому Ростовщичеству которое разрушает сегодня нашу республику. Этим занимался президент Никсон и такую цель он себе ставил своими криминальными действиями в августе 1971 года. Принцип элементарен. Это принцип соснового шиллинга использовавшегося в колонии Массачусетс Бэй. Честные долги будущему могут быть выплачены честным созданием богатства в будущем. Включая развитие творческого потенциала граждан их детей и прочих долги в рамках кредитной системы будут выплачены в будущем за счет плодотворной деятельности в будущем. Так этот принцип понимали Уинтропы и Мазерсы в колонии Массачусетс Бэй. Государство ограничивает накопление таких толков возможностями развития производства. Такие долги могут создаваться только на основе решений и разумных ожиданий создания богатства в будущем, а также повышения физической производительности труда в стране. А долги, созданные в результате финансовых спекуляций, не являются законными долгами государства. Вот так простым языком излагаются принципы, которые заложил Александр Гамильтон и которые изложены в преамбуле к нашей федеральной конституции. Долг надежен, когда он замыслен надежным. И в рамках кредитной системы такой долг основан на производстве реального богатства на душу населения и квадратный километр государства. Успехи металлургического завода Саугуса в свое время напугали англичан. Успехи экономики в Соединенных Штатах всегда основывались на повышении физической производительности труда. Ни одна страна не является механической суммой частей, но является суммой разнообразия, нацеленного на достижение большего и гармоничного единства. Нарушение этого принципа можно видеть в деятельности инвентарменталистов конфедератов Теодора Рузвельта, племянника шпиона конфедератов Джеймса Буллока, работавшего на Британию из Лондона. Это же мы наблюдали в деятельности президента Удра Вильсона, горячего сторонника Куклус-клана. Это же мы видели в деятельности президентов Кулича, Гувера, Трумэна, Никсона, президентов Джорджа Буша Старшего, вице-президента Алла Гора, Джорджа Буша младшего и сегодняшнего императора Нерона наших дней Барака Обамы. Целостность федеральной конституции основана на прецедентах, созданных Винтропами и Мазерсами в 17 веке в колонии Массачусетс Бэй. Эти же принципы поддерживал юный протеже Коттона Мазерса Бенджамин Франклин и протеже Франклина Александра Гамильтона. Этим же наследием воспользовался Франклин Рузвельт, наследник Исаака Рузвельта, союзника Александра Гамильтона. Он был создателем Нью-Йоркского банка, который так отличался от Манхэттенского банка, который создал предатель и английский агент, бывший вице-президент Аарон Бэр, по сути убийца и изменник. Если отменить ошибочно взятое на себя обязательство платить по плохим долгам, возникшим в результате деятельности бывшего агента Джи Пи Морган и председателя Федеральной резервной системы Алана Гринспена и его наследника Бена Бернанки, тем самым мы воплотим в жизнь тот же самый принцип, которому следовал президент Франклин Рузвельт, продвигая закон Глаза Стегола. И закон Глаза Стегола спас в 1933 году Соединенные Шаты, спасет он его и сегодня. Он сегодня является маяком для нашей финансовой и экономической стабильности и угроз, возникших после отзыва закона Глаза Стегола в 1999 году. Восстановление закона Глаза Стегола спасет Соединенные Штаты, а отказ от восстановления этого закона приведет к разрушению страны. Долги в результате введения финансовых деривативов, являющихся заслугой Алана Гринспена, это игорные долги, и к ним нужно так и остановиться. Они противоречат преамбуле Федеральной Конституции страны и освобождения страны от фиктивных финансовых обязательств Уолл-стриту, Лондону и так далее освободить нашу страну от этого груза. И восстановление экономики США может быть начато потихоньку, медленно с момента восстановления закона Глаза-Стегола. При этом удастся остановить глобальную гиперинфляцию и скатывание в мировой кризис. Восстановление и возврат к закону Глаза-Стегола это та главная мера, от которой сегодня зависит существование Соединенных Штатов. Глаза-Стегола законодатели, которые думают иначе, просто теряют время. И этим людям нужно искать себе более подходящую работу. практически немедленным следствием восстановления закона Глаза-Стегола будет спасение федеральных штатов Соединенных Штатов от ускоряющегося скатывания в социально-экономический ад, который сегодня выглядит абсолютно неизбежным. Выкуп Уолл-Стрета и Лондона прекратится и будут восстановлены жизненно необходимые функции правительств Штатов. Мы не положим наших граждан на алтаре Уолл-Стрета и лондонского Ваала, чем занимается сегодня Барак Обама. А до этого занимался президент Джордж Буш младший. Возможности обеспечить восстановление Штатов будет зависеть от эффекта умножения связанного с возрастанием занятости в экономике Штатов. Каждый работающий будет расходовать свои доходы на растущем рынке Штата. И это освободит государство от прямых расходов, огромных расходов на поддержание местных общин Штатов, что стало необходимым после порочной политики, проводимой после 2007 года президентами Буша младшим и Бараком Обамой. Но этого недостаточно, чтобы обеспечить помощь, которая должна быть возвращена Штатам. Производительность в каждом Штате зависит от сочетания федеральной помощи и общего роста производительности в каждом из Штатов. разорения Штатов в результате деятельности Джорджа Буша младшего и Барака Обамы говорит об исключительной некомпетентности этих президентов, по сути, об их государственной измене, по ее последствиям. Нам требуется широкомасштабная долговременная политика инвестиции, основанная на науке, работы, которые обеспечат высокую интенсивность капитала и большую плотность потока энергии во всех Штатах нашего Союза. Хотите урезать? Урезать помощь. Это просто. Урезать выкуп, восстановить закон Глаза Стегола президента Рузвельта. Наш президент сегодня действует как предатель или сумасшедший. Сегодня спасение состоит в том, чтобы изменить политику и прекратить практически все, что делали президенты Буш и Обама, начиная с августа 2007 года. У нас на глазах великолепный пример гидротехнической службы Долины Теннесси. это модель наращивания благосостояния в федеральных штатах. 1964-1975 войны в Северной Азии. И при президенте Линдоне Джонсоне были планы после завершения войны приступить к работам под названием НАВАПА, Североамериканских Водный и Энергетический Альянс, который бы решил все наши основные долговременные проблемы в области энергетики и водоснабжения в западных штатах США, Мексике и в Канаде, а также спас эти территории от обеднения и разрушения этих регионов Северной Америки. Не следует особенно винить президента Джонсона в том, что он уступил давлению и начал войну в Индокитае против бывшего союзника США Хошимина. США ввязали войну в Индокитае и сделал это Британская империя. Это случилось сразу после гибели Франклина Рузвельта. Форин офис настоял на освобождении японских солдат, которые были военнопленными в то время. Им вернули оружие и дали возможность оккупировать Индокитай до тех пор, как туда не вошли французские оккупационные войска, оккупировавшие свою бывшую колонию. И вина за то, что людей послали в 60-х и в начале 70-х умирать в Индокитай лежит на тех, кто в свое время создал пресловутую комиссию Уоррена. По сути, это было предательством нашей республики. нас тогда ввергли в разрушительную войну, начавшуюся с убийства президента Кеннеди. Кеннеди. По поводу НОВАПа. Это совершенно реальный проект. И он позволит не только вернуть к жизни сегодня все более и более безжизненные западные штаты Соединенных Штатов. Но этот проект станет прецедентом борьбы с опустыниванием и утратой земель во всех регионах континентальной Евразии, Африки, Южной и Северной Америки. Проект НОВАПа может стать моделью для таких проектов в Африке, например, восстановление регионов прилегающих к озеру Чад, проведению проектов в Сибири, которые имеют чрезвычайную важность для будущего великих государств на юге России, включая Китай и Индию. Это будет означать, что мы станем настоящими Соединенными Штатами, как это и думал Франклин Рузвельт, когда он планировал создать планетарную группу суверенных государств, объединенных единым интересом, после окончания Второй мировой войны. Для реализации великих проектов, таких как НАВАПа, необходимо будет полностью восстановить производство в Соединенных Штатах, на Севере и на Западе Соединенных Штатов. Автомобильные регионы Северо-Востока и Центральных Штатов США должны создать системы, необходимые для создания проекта НАВАПа. И все это они могут сделать с вовсами силами. Квалифицированные, безработные машиностроительных заводов должны вернуться к станку, должны строить железные дороги, железные дороги на магнитных подушках. Они нужны в Восточных Штатах и во всем регионе для воплощения проекта НАВАПа и других проектов. Таких проектов со времен президента Кеннеди у нас не было. НАВАПа представляет собой значительный шаг в проведении такой политики. Исходные оценки Парсонса в середине 60-х годов предполагали, что для создания для строительства НАВАПа будет создано 4 миллиона рабочих мест. Кроме того, потребуется 2 или более миллиона рабочих мест в Новой Англии на территории от Новой Англии до Сент-Луиса для обслуживания железных дорог, систем на магнитных подушках для перевоза грузов, которые будут подниматься на высоту более 1500 метров над уровнем моря. Также этот проект позволит оживить водосборы на равнинных штатах, которые сегодня страдают от недостатка орошения. В этих штатах можно увеличить осадки и этот проект позволит завоевать пустыни, создать более умеренный климат и сделать эти территории пригодными для работы. если вернуться к атомной энергетике, количество новых рабочих мест возрастет до 7 миллионов. Возврат нашей национальной экономики и уход от бессмысленных спекуляций, от занятий, которых не к лицу приматам. Возврат к творческой деятельности наших граждан это единственная альтернатива, которая спасет нас от подружения в новый темный век, которую Европа пережила в результате венецианских спекуляций Уолл-стрита в конце 14 века. НУАПА и Американ традиция.